Этот пруд выполняет серьезную стратегическую функцию пожарного водоснабжения. Раньше на селе были и другие водоемы, но во второй половине 20 века они пересохли. Село начало пустить. Сейчас населенный пункт, вновь стали возвращаться люди. Михаил Климов строит дом для своей семьи. А без пожарного водоема он не предполагает, в случае что, как будет спасать жилище. Пожарный водоем нужен, необходим. Пирс нам, пожарный, более-менее какими-то силами нашелось, изыскали средства, построили. Ну и на этом все. Пять лет назад жители обратились в сельскую и районную администрацию. Власти выделили технику, но работы мало к чему привели. Давали технику, нам дали только на три дня. И за три дня смогли сделать только этот остров. Вот вокруг здесь вот обкопали, здесь вроде бы поглубже стало немножко, но всю эту землю не вывозили отсюда, а просто сгрузили вот на середину. Через год это все здесь зарастет, не будет вообще ничего. Все высохнет. Инициативная группа нашла специалистов, которые могут спасти водоем за 335 тысяч рублей. В администрации предложили программу софинансирования один к двум. Но, увы, жителям поселка сейчас такой вариант не по карману. Мы в прошлом году сделали дорогу в селе, и жители очень активно поучаствовали, то есть с участием местной администрации. Мы собрали практически с каждого дома по пять тысяч и сделали дорогу. Теперь по селу можно проехать. И поэтому, конечно, трудно сейчас сразу нам еще участвовать в этой работе. Руководители администрации Богородского района отказались разговаривать с нашей съемочной группой. Судьбу водоема согласился прокомментировать пресс-секретарь Итолиш по телефону. Водоем имеет искусственное происхождение и действительно засушливый период милеет. При формировании бюджета на 2017 год вопрос очистки и углубления водоема, сумма порядка 500 тысяч рублей, в обязательном порядке будет рассмотрена депутатами на заседании сельского совета. Также надо отметить, что данный водоем не является единственным. На расстоянии менее одного километра от села имеются еще два водоема, пригодных для забора воды пожарной техникой. Как нам и сказали в администрации Богородского района, в радиусе одного километра возле села Шаргале есть два пожарных водоема. Вот один из них. Только почему-то до этого карьерного озера мы ехали два с половиной километра. Второй водоем и того дальше. Болотом Шана, из которого якобы тоже можно делать забор воды, находится в трех километрах. Можно себе представить, как по этой ухабистой дороге поедут за водой в чрезвычайной ситуации. Когда дорога? Каждая минута. А значит жителям все-таки остается уповать только на пересыхающий пруд в селе. Что касается обещания районной администрации рассмотреть вопрос о финансировании его очистки, то это совсем не значит, что деньги найдутся. Остается ждать обещанного. Олег Лавров, Алексей Калякин, Василий Низов. Объективно. ННТВ. Олег Лавров, Алексей Калякин. Продолжение следует... Продолжение следует...